Добрый день! Здравствуйте! Клостерские такие стоят, клостерские такие вот, да, сундуки такие, темные кобелены, вот такие, ну что, посидеть хоть на такой. Добрый вечер, очень приятно видеть здесь столько народов. Я думала, 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 потом вернулась к первоначальной мысли, то есть я думала, может, почитать что-то вслух, но потом решила, что я это не выдержу, у меня и так голос нужен, а тут еще этот грипп, поэтому в голос сел. Я тут несколько дней просыпалась и разговаривала мужским голосом до завтрака, потом приходила в себя. Так что я не решила, что бы то ни было читать, а говорить мне легко. Поэтому я решила, что мы сделаем с вами, вроде, вечер вопросов и ответов, то есть у меня, естественно, больше, чем вы думаете. Но именно мне бы хотелось отвечать на те вопросы, которые вас интересуют, потому что, ну, какие-то вещи более или менее все спрашивают одно и то же, а некоторые подробности какие-то я бы с большим удовольствием именно целевым образом ответила. Потому что, ну, если вы пришли, значит, вы более-менее представляете себе, что я делаю. Я книги пишу и в течение 12 лет вела программу вместе с Авдотьей Смирновой программу «Школа злословия» на Росском телевидении, НТВ, а потом нас закрыли. Ну, надоели мы им. Вот. Спасибо большое. Мы им надоели, времена переменились и, собственно, уже достаточно трудно находить народ, чтобы звать. Когда мы начинали в 2002 году, то мы еще имели возможность звать политиков. К нам приходили политики, у нас были Гайдар, Эмур Гайдар у нас был, был Анатолий Чубайс, Горбачев у нас был вообще, да? И как-то, ну, легко. Пошел с Горбачевом, ну, Горбачев, значит, приходит Горбачев. То есть он, правда, уже был в отставке, но все-таки бывший президент Советского Союза, и так запросто можно было позвать на нашу ничем не особенную передачу. Подумаешь, две женщины делали топ-шоу. Принадем. Потом это стало все труднее, труднее, труднее. Пошла цензура телевизионная. Уже этого нельзя, того нельзя. Почему? Понять, почему невозможно. Отчасти по каким-то совершенно личным причинам. Потому что, например, почему нельзя было позвать Антона Носика? Вообще понять было нельзя. Кажется, его не любил лично Кулистиков, который был начальником этого НТВ в тот момент, когда было нельзя. Но это все равно довольно трудно понять. Вообще трудно понять. Я абсолютно чужда вот этих знаний о том, кто, что, кому, какие кланы, группы, интеллигенты. Это я совершенно не знаю. Но иногда приходит кто-нибудь что-нибудь рассказывает, можно в это верить или нет, неважно. Интересно бывает, кто кому там троюродные мафиозы. Но вот эта попытка, попытка все время чего-нибудь не давать делать в нашей программе, она была не связана с НТВ. Мы же первые два года вообще были на культуре. У людей, люди же в основном интеллигентные, да, в наших кругах. И поэтому все думают, что если слово культура, то как-то автоматически там культура есть в этой культуре. Но это только так одно название культуры. Потому что, например, дама, которая руководила каналом культуры, она нас совершенно ненавидела. И вот мы у нее вызывали тяжелое раздражение, по-видимому. Мы ее никогда не видали. Мы только знаем про это. И, собственно, ну, можно было бы не обращать на это никакого внимания. Единственное, что она выжила оттуда. Но вот наше начальство, начальство у нас было двое, два человека. Это маленькая компания у нас была. Мы делали программу и продавали ее канал. Так это работало. Так начальники у нас были отец Дуни Смирновой и дядя Дуни Смирновой. Это было их такое маленькое семейное предприятие. И они люди далеко не последние, прямо скажем, в культуре. Отец Дуни Смирновой, он же очень известный и режиссер. Белорусский вокзал, да? И актер он очень хороший. И, можно сказать, человек выдающийся. Прямо скажем, не последний. А брат его, Константин Смирнов, очень известный телевизионный журналист, он много лет вел прекрасную программу «Большие родители». Это был его собственный проект. Программа, там человек 50 у него, по-моему, прошло, а может быть больше. Или 50 осталось не показанных. Вот, почему у меня цифра 50 в голове. Значит, эту программу как-то прикрутили, как все прикрывают в свое время. И человек 50 остались записанными, очень интересными. Значит, дети, большие родители. То есть, это все история самых разных таких вот проявлений. И это дело перекрыли. Он очень хорошо умел брать эти интервью. Это ведь особое искусство заставить человека говорить. Не самому лезть со разговорами глупыми, а вот так создать такую удобную атмосферу. Ну, у него как бы учились этому. Создать такую атмосферу, человек заговорил, что бы хотелось рассказать. Ну вот. И, значит, и тот, и другой, они хотели поговорить с этой теткой, которая заведовала каналу «Культура». Ну, потому что оттуда все время из этого невидимого кабинета приходили разные ущемления. Это не делаете, это не надо тут сократить. То есть, совершенно вот ее левая нога чего-то хотела в сапоге, и она, значит, оттуда послала. Это, вообще-то говоря, уже время, 2002 год уже. То есть, и уже, и еще должно быть бесцензурно. Да? И уже, и еще. Нет, вот, значит, вот такая сидит там и распоряжается. И она за два года ни разу не приняла этих людей у себя для переговоров, для каких-то. То есть, это абсолютное чиновное хамство. Эта женщина-хамка. Фамилия ее сейчас не помню. Паухова. Фамилия была Татьяна Паухова. Поэтому, когда мы уже оттуда ушли с тяжелым раздражением, и нас приняло НТВ, и мы, значит, почувствовали некоторые облегчения, прошло там, ты знаешь, еще год, и я с большим удовлетворением обнаружила, что эту самую Паухову ограбили. Ну, она вряд ли себя ограбили. И у нее где-то на 200 тысяч долларов вынесли, значит, публикушек. Значит, сколько же стоит все остальное. И это называется чиновник. Это большой чиновник. Тогда еще это было удивительно даже. Она всего лишь чиновник. То есть, она заведует государственным каналом. Очень плохо финансируем. Очень плохо финансируем. И, собственно, непонятно, какой источник у нее может быть денег, если она не бролит. Значит, 200 тысяч потратил. Мы нашли, к сожалению, вора. А ведь это была рука судьбы. Небольшая такая рука, робкая. И мы, значит, ушли на НТВ, которые уже все проклинали, уже, значит, там, не тот заведует, не так. Все же думали, что когда-то, значит, давно, при Гусинском, при, значит, Евгении Киселеве, который был там главный диктор, будто бы, значит, это было сплошное либерализм и демократия. Что оказалось... Впоследствии оказалось не совсем так. Ну, просто пиар хороший. Вот. И мы, значит, с плохими людьми, ну, прекрасно какое-то время существовали. Потом плохие люди заменились еще на каких-то людей. И в конце концов, значит, пришел вот этот Кулистиков, который сначала заведовал многие годы радио «Свободу» в Минхене. Потом стал заведать НТВ и оказался генералом КГБ. Сюрприз-сюрприз. Большой сюрприз. А он к нам относился очень технически хорошо. То есть, ну, не притворялся, по крайней мере, что там, как это, как делали другие, что там. Знаете, у вас вот, ну, вот это вырежем отсюда, все это уберем, потому что, ну, так будет лучше художественнее будет, поверьте нам. Ну, там всякие эмиссары, которые приходили от Паухова, они сами испуганы, глазами испуганы, женщины, наверное, говорят. Вот поверьте, девочки, наш опыт, вот так будет гораздо художественнее. Если мы выбросим какие-то вещи, которые им не нравятся. Вот за всем уже удушает это безобразие. Прямо так и скажут. Это говорить не надо. Хорошо, не надо, не надо. Существует некое ограничение. На НТВ с нами были честнее. Они сказали, значит, так, Держи, нельзя, три вещи нельзя ругать. Путину, Патриарха и Газпром. Мы сказали, поняли? Поняли? И прекрасно, значит, 10 лет там просуществовали. А когда начинают, вы знаете, это недостаточно художественно. Люблю, мы убить хочется. Но время уносит в лучших из нас. Нас тоже оно унесло. Нас закрыли два года назад. Я испытала даже некоторые облегчения. Потому что уже невозможно было. Там уже исчезли все политики, уже нельзя никого. Сначала, значит, нам говорили, почему вы поэтов-то этих всех зовете? Поэтому они называли всю интеллигенцию. Там ученых, филологов. Все шло как поэты. Зачем поэты-то? Они хотели, чтобы мы звали медийных лиц. Типа Алла Пугачева. Мало того, что она поет. Еще и разговаривали. Ужас. И она нас мелко видела. И, значит, конечно, идти не хотел. Она, кстати, умная женщина. И интересно было бы с ней поговорить именно как с умной женщиной. А не с тем, что она, так сказать, является сестра. Опять поэт, опять, ну хорошо. А поговорить? Так что даже жалею, что она не пришла. И потом уже последний год-полтора перед занавесом никого уже было нельзя звать. Почему? Не знаю. Где стоял фильтр, собственно. Как известно, человек сам себя цензурирует. На каком-то уровне цензура на телевидении сама прошла. И нам говорили, поэтов больше зовите. И мы стали звать одних поэтов. Так что удалось показать какое-то количество малоизвестных публики поэтов. И это было очень приятно, потому что мы, собственно, у нас была одна функция в конце. Просвещение. Маленькое, небольшое, но просвещение. Народ к нам привык, любил нашу развязность и наше злословие. И очень хорошо. Приходил запаскарить, а уходил, я надеюсь, от экрана, узнав еще какое-то новое имя. И так бы вот на этом просвещении можно было бы сто лет и проработать. Просто ознакомить. Ведь у телевизионных людей имеется очень неприятная такая черта. Они говорят, а зачем вы зовете там Петрова и Иванова? Ведь его же никто не знает. Мы говорим, ну а после нас будут знать. Вот сейчас не знают, а уйдет он от нас сейчас полтора часа, а вот уже и знают. Всех когда-то, впервые узнают. Но нет, нет. Телевизионные люди, это совсем что-то особенное. Ну вот. Ну, есть еще что делать. Масса всяких дел, помимо телевидения. Опять же, если спросите, у меня четыре книги вышло за последние два-два с половиной года. Часть текстов, которые там перепечатаны из старых сборников, потому что уже то поколение, которое эти сборники купило, оно уже не считается. Новое выросло. И, значит, издательство хочет новым читателям это предоставить, поэтому решили не переиздавать полностью, а перемешать. В моих сборниках часть текстов новая, а часть текстов из старых сборников происходит. Вот. Ну и, соответственно, вот издала четыре книги. Если будет, значит, если вам интересно, если будете их покупать, то моя самая любимая книга из этой серии называется «Легкие миры». И там, значит, все тексты, раньше не издавались в сборниках. Они были у меня на фейсблке и были в журналах. В журнале «Сноу» и так далее. Так что «Легкие миры» это книга нового поколения совсем. Иногда подрабатываю еще какими-то странными деятельностями. Сейчас, например, стал писать ресторанные лицензии. Я писал одну ресторанную лицензию. Вот. Обругал ресторан, который... поужинал, ну, он вообще-то, что-то. Что-то значит, что я считаю, что я еще очень бережно, аккуратно и нежно обошлась. Но это... Это хрен знает что. Прямо, извините. Сено какое-то. Труха, сено, попьем ошей, и вообще мороженая рыба, которая выдается за свежую невесту. Понимаете? Ужасно. разогрелись? Давайте вопросы. об отношении родителей и детей. Особенно мы, которые уехали сюда и увезли детей маленькими отсюда. Вообще в свете современном отношении родителей и детей взрослых будет? Ну, вот посмотрите. У меня двое детей. Один ребенок здесь, другой там. Один здесь захотел жить и остался, другой категорически не захотел. У него было 16 лет и уехал. Оба очень успешны. Очень успешны. Оба довольны тем, как их жизнь потекает. Я как мать, естественно, довольны, что они довольны. Думаю, что вряд ли бы они могли существовать, если поменять их местами. Характер одного больше приспособлен для здешней жизни, характер другого больше приспособлен для той жизни. Я это вижу. Во всех отношениях. Психологически. Потому что к нашей жизни все-таки, как вы понимаете, надо уметь психологически подготовиться. Если ты слишком идешь напрямик, если ты в некоторой, так сказать, дипломатии, не соблюдаешься, то у тебя могут быть неудачи и неприятности. И наоборот. Поэтому пластичность человеческой психики она позволяет либо в этом месте хорошо себя почувствовать и преуспеть, либо в этом месте хорошо себя почувствовать и преуспеть. А так оба очень одарены, каждый в своей области и соображают в бизнесе, помимо всего прочего. Так что мне остается только радоваться этому. А так вообще, я вот именно в силу того, что у меня так семья распилена, один здесь, другой там, у меня, например, нет однозначного ответа. Многие же спрашивают, эмигрировать или нет. Те, которые вот все время сидят и хотят тронуться с места, но боятся. Боятся здесь на новую жизнь, трудности. У меня ответа на этот вопрос нет. Я не знаю. Тем более сейчас. Делать это им или нет. Ну как? Чем лучше заботы, внимание, тепла? Не знаю, я не жду никакой специальной заботы, внимание, тепла. Я, в общем, сама хотела бы навязать свою заботу, внимание, теплое, наклеить, а не нужно им 40 лет. Чем забота, заманите, теплое. Я думаю, что вот не надо вообще зависать, опять-таки, ничего универсального не бывает. Не бывает никакого универсального даже совета нельзя дать. Типа там, люди, живите мирно. Этот совет дать можно, да и бесполезно. Но я думаю, что не надо ничего от детей хотеть. Надо хотеть, чтобы эти дети были хорошими родителями своих детей. Надо все двигать вперед. Потому что, если вот там мать сидит и вот не позвонил, не написал и начинает попрекать, удавить такую мать хочется, если она будет лезть в это дело. А когда она самостоятельный человек, и если у нее хорошие отношения с детьми, они неиспочены за все это лет, то очень хорошо всем. Очень хорошо всем. Потому что вот эти вот церемонии такие вот, да, под нашим, что полагается в семье между родителями. Я видала такие семьи. Любят, дети любят мать, но мать настолько давит, что они с облегчением у нас ее пакет до следующего состояния с гибридом. Что вы считаете, такие родители могут уходить? Погодите, давайте дадим вот такие возможности. там еще, спасибо вам огромное. Ну куда? Рано торт-то выносить. Рано. Мы были приборчиками, он сказал замечательную францию, там был задан вопрос, он говорит, что я считаю, что детей надо забрасывать по поводу воспитания детей. То есть вы согласны тоже, да, в какой-то милиции? Нет, ну нет, забрасывать не надо, но просто не надо давить. Давить не надо. Воспитывать детей сложно, я не умею. Я не знаю, если бы достались, другой набор бы достался, я не знаю, что с ним делать. Я не знаю. Если бы дети у меня норовили тусоваться и, значит, проводить время за гаражами в компании этих самых, каких-нибудь курильщиков наркоты или игральщиков под гитару, я не знаю, что бы я делал. Просто они всегда хотели, они все, когда интересовались, хотели работать, хотели там, не знаю, вникать и изучать, и из них выросли такие работоголики. Хорошие гены. Ну вот, то есть это, мое воспитание здесь, ни в какой роль, по-моему, не играл. Ну я тоже работоголик, на самом деле, девушка другого типа. Вот сзади дама хотела задать вопрос. Я хотела вас спросить, я знаю, что вы жили недели в Америке, вы ехали. Да, 10 лет. Да. Чем вам, чем мы вам не понравились? Ну, смотрите, во-первых, я никогда не хотела эмигрировать, у меня не было вот этого, у меня предисположенности не было, я никогда не не скучала и не тосковала от русской жизни. Там было очень обидно, что нельзя никуда съездить, нельзя навестить ни одну страну, но эта возможность вот взяла и открылась. И тогда зарабатывает, покупает билеты, вот и дело с концом. Значит, посещает все, что угодно. На Америке свет клинам не сошелся, есть страны, которые гораздо больше в смысле посещения. Та же Италия, например, хотя по-итальянски это не угол. Вот. Так что у меня прежде всего не было вот этой самой эмигрантской ментальности. Не то, что вот здесь какой кошмар, порошка говняшка, бежим отсюда, ничего подобного. Мне там очень нравилось и нравится. Я считаю, что очень интересная страна России и хотя она там где-то неудобная, где-то жмет, где-то раздражает, где-то ужасы вызывает и так далее, но другие страны делают то же самое практически. Смотря на какую-то ситуацию попадешь. Вот. Там огромное количество замечательных всяких черт у людей и у общества и всего. А те, кто ноют, они будут ныть в любой ситуации. Погода не та. Вот. Так что это во-первых. Во-вторых, я здесь преподавала. Что я могла здесь сделать? Писать и преподавать. У меня были возможности писать, публиковаться в журналах, но это все было под перевод. Вот я заказываю статью. Мне такое количество раз заказывали статьи очень хорошие попало тыкать в ноты. Потом их вам переделают и выдадут что-то совершенно другое. Вы будете делать долго в определенном темпе, в определенном порядке эти ноты ставить. Так же и с этим делом. Когда ты видишь перевод, как бы он не был прекрасен. Я не писал ни одного слова из того, что печатают. Понимаете? У меня рассказы переводились, у меня статьи переводились. Ни одного из этих слов я не написал. а значит я как в тюрьме сижу в капсуле собственного языка. Это ужасно. Если у тебя профессия такая словесная, то это просто ужасно. Ну и третье, что у меня там вся семья, у меня там были родители, братья, сестры и соответственно один ребенок. А здесь только один ребенок. Поэтому я здесь извелась прямо вот. Ни языка, ни среды моей, ничего. Ну и дала спорнадаристы и денег очень мало платят профессорам в университете. Мне платили больше, чем другим. На это все равно жить нельзя. Я работала полгода, а полгода у меня лежала вон. И преподавание, вот этот креатив райтинг, значит, когда я как бы должна была учить иностранных студентов писать при их бездарности, что люди приходили за шесть лет этого колледжа, было двое по-настоящему талантовых людей, которых стоило учить, а остальные ну, просто пописать пришли. И когда ты тратишь на всю свою психику, жизнь психику и все такое и прочее, это настолько пачкает тебе какое-то творческое начало, которое и так ты не знаешь каким образом его сохранить, отчистить, вырастить и так далее. Это трудно, писать-то трудно, а здесь валом обязательное чтение плохой литературы. Опять-таки, как будто сидишь в тюрьме, а тебе газету красная звезда всовывает, ну, в щель, больше ничего, вот это и читаем, вот такое ощущение. Поэтому все это вместе привело к тому, что я говорю, не отбежать отсюда. И убежал. А потом долгое время противно было даже приезжать, вот прям настолько тяжело. сейчас ничего, привыкло все уже нормально, чувствую себя село, приехало. А долго время тяжело. Тут дело не в том, какой жанр любимый, тут дело в том, какой дается, какой не дается. И, в общем, я начала писать очень поздно в жизни и не собиралась этого делать вообще. Не собиралась. Но вот начала писать. Вначале я писала рассказы. и тогда были пишущие машинки. Компьютеров не было. И я всегда работала на пишущей машинке, руками не писала, потому что у меня ужасный почерк, как-то немного понять, что я там написал. Короче говоря, вот, значит, пишешь на пишущей машинке. Потом правишь, потом переставляешь. Ну, как происходит правка на пишущей машинке, не знаю, как у других. Я распечатывала текст, потом я, значит, его раскладывала на полу, ползала, чтобы видеть его целиком, значит, вот в обзоре, разрезала на части, переставляла эти части и так далее. И вообще-то, говори, я до сих пор так работаю, но просто я распечатываю на принтере тексты, а затем их верчу вот так. Потому что и на машинке, и в компьютере ты видишь только объем одного экрана, а все остальное где-то. А когда ты кладешь на пол и ползаешь, то, значит, ты видишь, в общем, весь этот текст и, соответственно, как-то балансируешь. Ну, вот, я писала-писала рассказы, и меня поражало, что каждый раз, когда пишешь рассказ, ну, да, вот так, сюда не надо, уже здесь закончено, смотришь, а он 13 страниц на машинке, плюс-минус одна страничка. Вот как-то так было-было-было-было. Потом, значит, я заметила, что там пару раз удлинился этот текст, я совершенно, ну, я писала, сколько надо для рассказа, для текста, сколько, я не люблю говорить, там, рассказ, не рассказ, это тексты некоторые. смотрю, что-то не длинноватый, а потом, в один прекрасный момент, я вообще увидела, что нет, то, что я пишу, это может поместиться только в роман, это никак не рассказ, там совершенно другое, там другие единицы, что ли, смыслов, иначе все устроено. и поняла, что я должна написать роман, это было тяжко, я написала 14 лет, я не умела это делать, не знала, как, очень многие вещи, психологические, всякое, мне мешали это сделать, ну, вот, справилась с тем не менее. Теперь я чувствую и этот, жанр для себя, и жанр романа, но, поскольку я пишу очень насыщенно, я не люблю писать лишнего, лишних слов, сокращая, как бы, отжимая слова, фразы, то получается, в результате, да, что-то вроде рассказа, то есть, по длине, это, безусловно, рассказ, а по жанру, я бы сказала, что это иногда скорее повесть, мини-повесть, вот, если есть такой жанр, ну, как бы, это карликовые свиньи, да, это карликовые свиньи. Да, пожалуйста. Добрый вечер, мне так как у вас, вам большое спасибо за вашу посвятительскую культурную деятельность, поэтому мы здесь, мы уехали давно из той страны, которая была еще в СССР, мы буквально вышвырнули в голову, в голову, в голову, в голову, все, а как здесь, в голову, в голову, и вместе с тем, с большинством из нас здесь сидящих, мы с большой теплотой, относимся к той стране и к тем людям и очень переживаем вот той атмосфере, которая нагнетается Соловьевыми и прочими пропагандистами на радио, на телевидении на том берегу океана. Мы понимаем, что сегодня Эрдоган друг, если скажет глава этой страны, а завтра он враг, и это очень легко поворачивается, а вот сознание людей это очень тяжело перевернуть. Если завтра, скажем, Путин или не Путин, и Трамп, или Киллари опять станут друзьями, повернуть сознание людей в той стране будет очень тяжело. Вы ошибаетесь. на следующий день они проснутся вашими лучшими друзьями. Вы понимаете, что? Тут даже нет необходимости этого специального способства. Это вот такой у нас народ, хитрый. Не только наш, но этот тоже. Вот я вам скажу такую историю, она звучит как притча, но она не притча, она настоящая история. Тут у меня была знакомая одна, она специалистка, американка, она, значит, специалистка по восточным коврам и текстилю восточному. У нее дома, весь дом, значит, мы вешиваемся всякими образцами этих тканей, интересно. Вот. И она работала в Иране. Она там, значит, всякие, ну, естественно, ферсидские ковры и все эти дела, она их изучала, там же все это, по ковру можно читать вообще историю там какого-то племени или там какие-то, там все, не то чтобы зашифрованное, но какие-то ссылки на какие-то представления даются, старинные вещи. Пусть она была большой специалист. И вот она оказалась там в тот момент, когда Хамени пришел к власти. Вот Шаха снимали, а Хамени пришел к власти. И, значит, она там была, естественно, в американской какой-то, значит, там, компании, и им сказали, ну, все это произошло мгновенно, мгновенно, все колебалось до последнего, и пока, значит, вот оно все случилось. Им говорят, бегите, скорее отсюда, бегите, сейчас будут, значит, первым делом за американцев возьмутся, и идет эта волна страшная, фундаменталистская, бегите отсюда. И, значит, они кое-как, главное, добраться было до границы. С чем там, не знаю, в какую сторону они бежали, ну, там, до ближайшей границы. И какой-то они грузовичок достали на Бельсу, до сколько-то человек, и, значит, она с ними. И она, умная женщина, что она делала? Сделала. Она взяла с собой две фотографии. Одну хамени, другую шахом. И когда они въезжали в какой-то город, там мгновенно, она как специалист, она мгновенно понимала, за кого этот город или деревня, выставляла, соответствующие фотографии на лобовое стекло и проезжала. Они иногда въезжали с шахом, а выезжали уже с хамени, хотя неслись на всей скорости. Потому что народ там тоже мигом переодевался и сбрасывал себя в светскую одежду и уже напяливал эту парамжу, уже лицо-то закрывало, потому что пришли новые времена. Вот. Она нам это рассказывала, значит, ее муж, чистый американец, он сидел и как-то так, немножко даже недоверчиво слушал, ну, жена, ну, вот она так, немножко обаятель, а я ее слушал, прям в восторге. Говорит, да-да, я знаю, как это работает. Я знаю. У нас абсолютно то же самое. Там довольно большое количество людей, которые ничего специально, им все равно, хилый, не хилый, там, Соловьев, и Соловьев. Вот дело не в том, каких он взглядов, дело в том, каких взглядов ему разрешили быть. Так все, как кажется. И Соловьев, я вот его, я телевизор не смотрю, иногда уж такое напишут, там, в Facebook, что идешь на YouTube посмотришь, что Соловьев? А, вот так вот, что он был, ну, таким манером разговаривать, ладно. И говорят люди, что раньше он был страшно оппозиционный, прям такой пизуцок, прям вот, ох, держись, опа, и, значит, несет, ту пургу, которую он несет. Скажут ему, он будет с той же медовой, этой сахарностью, нести пургу новую. Поэтому, в этом смысле не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Этот народ не победишь, потому что он очень гибкий. У нас сидит группа интеллигенции, нытиков, в соцсетях. И ноет, и ноет. И всюду она видит только злое. То есть, из власти может исходить только негатив. Только негатив. И, это очень странное такое представление у них, какой-то совершенно, какой-то диких крестьян. Врачи нарочно травят нас, отравляя колодцы. Да? Нормально. Крестьянский. А вот. Значит, прислали омбудсменши новые. Эта женщина, значит, там, по-моему, то ли она жена священника, у нее там 10 детей, или 6, или 6. Ну, все такое. То есть, то, что интеллигенции не нравится. И, значит, вот она сейчас будет всех давить, прям, савонарола пришла. Все испугали. А она недавно говорит, буквально 3 дня назад, что надо пересмотреть вот этот вот закон Димы Яковлевой, что надо, значит, американцам предоставить возможность усыновлять наших детей. То есть, все пошло на попятную. Это же закон был, как бы, ужасен, против детей. И все, вдруг, пошло на попятную. То есть, там что-то происходит, произойдет оно, какие-то будут, ой, теперь это состоится, очередная, временная, но все же, так? Оно же так всегда у нас, шаг вперед до шага назад. Состоится, значит, очень хорошо. А что, кто там, кто колесо крутит? Назовите мне, не поверю. И не знаю, кто крутит колесо или колеса. Ну, похоже, что пока что дан сигнал в сближении с Америкой. Здесь труднее, это будет массу переубедить, что мы не люди с собачьими головами. Понимаете? Наш-то народ, он хитрее будет. Тут тоже своих соловьев, знаете. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Все ваши повести рассказывают, такие очень жизненные, жизненные темы. Я вот эту афоризм, по-моему, в голове сидит. Огурцов, хочешь? Огурцами с нами будем? Ничего не слышу. Как я чуть не слышу. Ваши рассказы, повести, в основном жизненные такие ситуации, очень жизненные. А вот я бы хотела узнать, откуда появилась книга «Кысь», как она к вам? Она очень другая, чем обычные рассказы. А никто не знает, откуда, откуда что появляется, но я думаю, и сейчас даже не сообразим, я думаю, что общая ситуация, возникающая в России перемен, потому что это где-то в 86-м начала писать. Общая ситуация, возникающих перемен, она наводит на эти вопросы или попытки ответов о том, каким образом вообще история у нас в стране движется. Это как-то немножко связано с тем, что я и сейчас говорила про гибкий наш народ. Все-таки наблюдение за тем, что там происходит и чтение бесконечных книг или, например, когда ты взрослеешь и читаешь классическую литературу 19-го века, это с большим интересом, ты узнаешь в текстах Чехова, Льва, Толстого, Бунина абсолютно людей тебе современных. То есть иногда хочется перестать и крикнуть, откуда там советские люди. А потому что дело не вполне в советском режиме, как все мы думали. Мы думали, что советский режим это особая такая вещь, а он не особая такая вещь. Существует помимо этого что-то другое, какие-то паттерны другие, что ли, в населении. Ну вот, и волей-волей задумаешься о том, каким образом история идет, и особенно как она идет в нашей стране. Ну и слово за слово и значит вот эту самую самую кысь и придумалась. То есть какой-то мир, когда уже перемены произошли, для меня вот взрыв, который там описывается, это вообще любая сильная ситуация типа революции 17-го года. То есть тоже взрыв, общественный взрыв, после которого куча всего исчезла, погибла, и люди, и вещи, а другие отскочили назад в культурном отношении одичали. Ведь в общем-то произошло массовое одичание после 17-го года и долго длилось, долго-долго-долго длилось. А свидетели, жившие до 17-го года, как раз говорят, что Россия набирала уже очень всякую силу, и общество становилось культурнее, и в общем об этом свидетельствуют опять-таки русская литература, хотя и чеховские настроения типа вот сейчас вот не так, вот годать может быть хорошо, ну до этого еще там 200 лет расти. Тем не менее, его герои ноют, и не знают, как они хорошо живут, Боже мой, Чехов в 1904 году умер, Боже мой, я представляю, как бы он дожил до вот этих ужасов наших, да, вот Бунин дожил, пережил, убежал. А как бы Чехов Антон Павлович все это перемешил. Заодно раз уж про Чехова вспомнили, я расскажу одну историю, которая мне страшно нравится, реально. Чехов поехал в 1906 году умирать, поехал, ну, собственно, поехал лечиться, но он там умер. Город Баденвейлер, я в этом городе была, такой городок, почти на границе с Францией, это Южная Германия, и там всякие спа, и прочее, вся, значит, эта земля, вообще там, она изрыта, значит, этим горячим источником, и там, и в соседних городках, и вот он туда приехал, и с этой своей, Книпер, они жили в отеле, нам показали отель, где он остановился, такой большой, роскошный, отель, его там через 3 дня выгнали, дяденька, там есть маленькое чеховское общество, дяденька, немец, который как-то говорит по-русски, страшный обожатель Чехова, он, значит, нас водил и показывал, у нас там конференция какая-то была с Новицкой, показывал, значит, вот это все, как здесь роскошно было, и прям со слезами на глазах рассказывал, что Чехова оттуда выгнали, потому что у него было кровохаркание, и хозяева отеля не захотели, значит, рядом, чтобы вот такое, открытое кровохаркание, и он, значит, сверкая глазами в негодовании на этого, на этих хозяев с 1934 года, говорил, он плюял кров, он плюял кров, он плюял кров, вот Чехов там плюял кров, и вот, значит, оттуда выгнали, как он на другом пансионате остановился, там он умер, вот он умер, и все, значит, в этом Баден-Вейлере как-то я не понял, что произошло, ну, как известно, правильный вагон с ним в Россию, а совсем прошло небольшое время, и до немцев дошло, что у них великий, значит, писатель, русский писатель здесь вот был и умер, и они, значит, стали, скажем, по этому поводу волноваться, и местные, какое-то, как бы сказать, ну, какие-то герцоги местные, потому что же все, как всегда, маленькая такая, как бы, маленькая земля, немецкая, они разробленные все, и там свое герцогство, не знаю, какое, в общем, когда местный герцог, набрав еще каких-то других, страшно важных этих, знать разные, решили открыть памятник Чехову, и открыли его в 1908 году, съехалась какая-то, значит, аристократия немецкая, и вот на этом месте, нам показали это место, такая довольно высокая гора, и оттуда вниз склон, потом идет, значит, это равнина, и там на равнине далекие такие дымы идут, это уже Франция, там уже, значит, дымится Франция, какие-то, значит, не знаю, трубы чего-то, после чего он здесь стоял в 1908 году, и был большой район. Дальше. Через некоторое время началась Первая мировая война, как известно, в 1914 году. Вот она идет, вот они стреляют, все хуже, 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 и, значит, на немецкая власть, Вердель, по-моему, император Мунышек издает приказ, что все бронзовое, надо переправить, перековать орала на мечи, в этом порядке, надо, значит, на ядра перековать, Чехова перековали на ядра, перелили, бронзового, значит, Чехова, все снимали памятники на тот момент с обещанием, что война закончится, мы выигрываем, все восстановим, как известно, немцы проиграли войну, поэтому и с Чеховым стреляли, очевидно, французов, он рядом, Франция, так что, по-видимому, Чехов туда попадал, во Францию, этими ядрами, вот, распавшись на эти атомы, и потом никогда не был восстановлен, так это место голого и стояло. Шли годы и десятилетия, и в далекой России, на далеком острове Сахалин, жил один чеховский энтузиаст, там есть музей книги Сахалин, не музей Чехова, а музей книги Сахалин, уже Чех написал книгу Сахалин, такую вполне себе скучную, полезную, интересную, интересную, но технически, никак не рассказывать. Вот съездил, по дороге, значит, заболел, ухудшил свой таверкулез, и, значит, вот, собственно, зачем я ехал? А, непонятно. Я написал книгу Сахалин, и вот музей книги Сахалин, там все издания, и в истории, и вокруг, некоторый культ, это там, такая вот, культура, храмик, и вот, то есть, некий человек, имеющий отношение к музею, директор музея, то ли что-то, у него был один художник, он художнику заказал, или как-то они сговорились, этот художник сделал портрет, такой, ну, поясной портрет, значит, Чехова, большая голова, грустная, воротник, пиджак, и он там был, значит, для этого музея сделан. Значит, этого человека, у него была мечта, вернуть, восстановить, подарить Германии вот эту голову Чехова, чтобы, наконец, в месте его смерти, она была восстановлена. Это был 691-й как-то, вот. И, значит, он заказал художнику отлить еще одну голову, и тот отлил, и вот эта голова была. Местное, коммунистическое партийное начальство, там же дикость, на этом захоронение, до них поздно все доходит. Они, значит, не, немцы, как немцы, духовно, врагу нашего Чехова, вот, пошла вот эта самая бригада. Тогда этот директор купил грузовик, время уже пошло такое, непонятно, значит, что почем, да, 3 рубля, 100 рублей, 1000, короче, купил грузовик, положил в кузов, чехов, он пошел, мусор сверху завалил, и поехал с этого Сахалина, на пароме, через всю страну, чека-тика-тика-тика-тика-тика-тика, до Германии, через Польшу он там завернул, когда было надо, через Германию въехал. Приехал, сдул с него, значит, мусор и пыль, и поставил там голова Чехова, и Чехов там стоит, и вот он, и вот этот человек, значит, дяденька-мемец, показывая нам, прям буквально у нас слезы катились. Вот, Чехов призвался и стал на место. А сам этот привезший, он на пути назад умер, то есть он сделал последнее дело в своей жизни. Вот такая история. Я потом, я помнила фамилию вот этого директора, потом нашла в Википедии, тоже эту историю, а кто фамилию забыл, и мне уже не найти. Ну, можно, если лучше постараться, там по ссылкам перейти, но тем не менее. Например, у меня вы любимый писатель, а у вас? Спасибо. Понимаете, я сейчас, к сожалению, очень мало читаю. Не сравнить с тем, что было, потому что я плохо вижу. Я вижу плохо. Вот я еще на компьютере могу, там шрифт я могу увеличить. с книгами очень плохо. Я могу читать только при определенном освещении, только, ну, иначе я не вижу ничего. У меня черти что с глазами, и помимо всего, просто там астигматизм, и что хочешь. В общем, нет, не могу. И острота зрения упала. Поэтому приходится как-то это делать выборочно. Ну, иногда просто вот прям затянет, увлечешь, читаешь. Ну, в основном-то я читаю только то, что я стараюсь писать, и читать только вспомогательные какие-то вещи. вот. То есть, ну, держаться как-то в курсе новостей, что происходит, что делается вот так. И сама писать. Ну, иногда приходится читать другое. Сейчас, например, вот взяла, что-то вспомнила, автобиографию Нагибина, дневники, вернее, Нагибина. Читаю дневники Нагибина. Поражаюсь очень многому. Я их читала в свое время, но сейчас вот более пристально. До чего он хорошо пишет, какой он прекрасный писатель, стилист, и какой он невыносимый человек. Вот так просто идеально совпадает. Идеально. Но невыносимый. Невыносимый. Во-первых, вот я их нытик страшный. Все время у него депрессия, он не может то, не может это. Ой, я ничтожество, Боже, ничего, у меня хорошее имя. Я гнусный, я алкоголик, я, значит, там, безобразно отношусь к бабам. Как я мучаю такого-то, такого-то маму, значит, там, Яков Сергеевич. И вот это все продолжается, год за годом, считаешь, год за годом. А так прекрасно живет. Живет он прекрасно, ну, просто невероятно. Значит, все у него. И дача у него, и деньги у него, и за границей он бесконечно ездит. Бесконечно. Практически во все поездки. Это при том, что народ вокруг сидит, не выездной, а он ездит. И если его иногда куда-то временно не пускают, он устраивает истерепь в собственном древнике. Это что-то невозможное. Не пустили в Италию. Виск стоит. Невероятно. Это какое-то начало 60-х. Просто виск, виск. Потом все-таки, значит, как-то пустили. И он, значит, маленькие площади, мощеные, значит, булыжник, волью камню, чашечка кофе, там, запах корицы. Вот что хотели меня лишить. Ух ты, Господи. А остальные, значит, сидят, лишенные совершенно запаха кофе и корицы на маленьких площадях. То есть, какой-то вот фантастический эгоизм, нарциссизм, но очень зоркий. Он не на себе полностью сосредоточен, он прекрасно видит тоже мир вокруг. И он одинаково хорошо описывает, скажем, взаимоотношения там со своими женщинами, охоту, какую-то, значит, ну, старую няньку, которую вот она уже раньше очень любила, и она была для него все, и теперь жена умирает, выживает из ума, и как он избегает, вот, избегает с ней общения, потому что ему это тяжело, и как он начинает себя корить за то, что он это избегает. Все он так ярко, выпукло описывает. Это вот чтение очень удовлетворяющее, так вот я бы выразилась, потому что это очень большая, хорошая литература, и дневники лучше, даже рассказов. Хотя у него хороший рассказ, на хороших писателях, но дневники лучше, там какое-то вот сырое, то, что называется, сырое. А сейчас вообще время такое, мне кажется, может быть, это мне кажется, но я думаю, это может быть даже личное, но многие с этим как-то склонны согласиться, что очень мемуарное время, вот сейчас, по каким-то причинам, хочется дневников, мемуаров, вот этого всего. То ли современная действительно жизнь с ее какой-то бессмысленной скоростью, с торопливым обновлением все новых каких-то этих вот девайсов, вот понимаете, айпедов и айподов и телефонов, и всему, какой-то крутой, вдруг выясняется, что вот унеслось и нету, и что такое количество людей ни в одном, а в нескольких молодых поколениях понятия не имеют о вещах, которые нам кажется, что как можно это понять, что все знают, а вот нет, разошлось вот это знание. То, что раньше знали все, в школах учили, это тупо одному и тому же. Вот мы все говорили, вот, значит, это плохо, нет разнообразия, а теперь всегда разнообразие, люди не понимают друг друга, как бы в Вавилонской эта башня распалась. Вот. Да? Очень много мисинформации, того, что как бы выдается за новости, и когда сознание людей формируется этими социальными сетями, которые могут быть очень сманипулированы. И учитывая, что мне кажется, это сейчас, в принципе, наверное, в вашей жизни тоже занимает, судя по тому, что я читаю каждый день достаточно большую часть, очень хочется услышать, как вы к этому относитесь, с явлением. Вы знаете, что, вот я даже особенно и не слежу за подробностями новостей, только за какими-то крупными движениями, так сказать, морскими течениями. Ну вот, кого избрали там, а подробности, что из этого выйдет, кто кому, как, кем приходится сват, брат, кого куда назначить, я за этим совершенно не слежу, потому что, если этому придавать значение, тут можно, понимаете, сердцебиение будет, там то-сё, из этого сразу какие-то выводы будут. Да как будет, так и будет. Вы ничего с этим не сделаете. Либо вы должны прыг и вариться в этой сердокислоте, в этом котле, либо совершенно спокойно отступить и, значит, читать книжки. Поэтому, сейчас вот какие-то, много пишут о том, что вот фейк-ньюс появились, что вообще вот эти фейк-ньюсы, ну это вид пропаганды, да, с помощью изготовления лженовостей, каким-то образом руководить политическим процессом. Да хрен с ними. Вся литература это фейк-ньюс. И через эти фейк-ньюс, наоборот, какие-то самые главные вещи, какие-то самые главные человеческие вещи проступают. Потому что, все равно, что бы там ни происходило в политике, оно происходило, происходит и будет происходить одинаково. Все, кто читал римских историков, тот, как говорится, уже в цирке не смеется. Кто в армии был, тот в цирке не смеется. Все, кто читал римских историков, совершенно на него не производит никакое впечатление. Не то, что происходит здесь в политике, не то, что происходит в России в политике. Как-то оно происходит, да, немножко так посмотришь. И назад в хорошее, в книги, в волнующее, в глубокое. Не обязательно доброе, но очень важно понимающие. Потому что хорошие писатели, они не обязательно добрые. Их задача должна не быть добраной. Чехов это очень хорошо понимал. А знать, что есть добро и зло. Не делать вид, что этого нет. И показывать, как обычный человек, а мы все обычные. Простой, а мы все простые. Особенно перед лицом истории, перед лицом чувств, перед лицом потерь, перед лицом любви. Мы все совершенно простые. И что же, бесконечно сложные качества. Вот как человек себя ведет, когда он, в общем-то, не может не управлять этим процессом. Особенно, когда он укажет, что он управляет. Когда судьба швыряет его, бросает. Или наоборот, запирает куда-то, он там от скуки дохнет. Как многие чехские герои. Вообще никакого выхода не видят. И ты смотришь, через сто лет ты заглядываешь сюда, через сто, через сто пятьдесят. А там все так же. И ты понимаешь человека, описанного Чехом, его героя, ровно один в один. Ты понимаешь, потому что Чехов хороший писатель. А когда тебе плохой писатель напишет что-нибудь важное, рвущееся вперед, призывающее куда-то, ничего не отразится у тебя выше. С морганюшкой, как кот на телевизоре подсидит, потом уходит. Многих знакомых есть, как новости. Кот прибегает, садится на стол и смотрит. С морганюшкой, когда смотрю, уходит. К чему приходит? Вот, поэтому литература, а вот вы говорите, Джон Шемякин и Лора Белый Ивановна. Это литература и это другая уже литература. Потому что вот это именно, это превращение жизни в литературу. Это, мне кажется, сейчас самое интересное, что может быть. Вот Лора, например. Вот она выходит, я не думаю, что она тратит много времени на то, что написать. Она уже настолько, настолько у нее рука в перо превратилась. Это при том, что она художник. И она считает писание своей второстепенной деятельностью. Но она настолько наловчилась это делать. Вот она описывает, как она, не знаю, вышла во двор, а там собака накакала. То есть вы думаете, что это жанр? Что это новый жанр? Это надо называть и считать новым жанром. Да, я считаю, да. Вот эти вот фейсбучные, мгновенные, короткие зарисовки, у них есть все черты литературы. Понимаете? Кроме вымученности. Вот вымученности в них нет. А, скажем, в некоторых жанрах, вообще так, исторически сложивших, там есть некоторая вымученность. То есть, ну как, условно говоря, санет. Это очень жесткая форма стихотворная, правда? Санет. Ты не можешь там отклоняться. Там вот как верен 14 строк, так вот и гони. Определенная, значит, рифмовка идет. Ты не можешь из этой рамы вырваться. Когда-то это очень ценилось. И, наверное, это было очень полезно. А сейчас все больше стихотворения уходят в верлибр. И, слушай, верлибр не стих, что ли? Плохой верлибр, который очень просто написали. Это не стих. Просто это гораздо виднее. Есть очень хороший верлибр, и ты его видишь, ты видишь, что это очень странный жанр, это настоящая поэзия. Так и здесь. Это как бы странный жанр, вот эти короткие, живые, мгновенные описания. Но это литература. Ты все тоже чувствуешь, что при чтении литература. Это очень высший пилотаж. Это при том, что ни он, ни она, в общем, так и не думали, что это литература. Они не писали это как рассказы. Вот, сяну, напишу рассказы. Когда мы держали журнал «Русская жизнь», у нас он существовал там 3,5 месяца, потом нас закрыли, то мы, у нас, по-моему, один или два текста Лора напечатала, один точно. Мы хотели, чтобы она писала нам постоянно. И вот я видела, как она присылала один текст, например, я просил ее поправить, показал ей, где, мне кажется, надо усилить. Она говорит, все, вижу, да, сейчас сделаю. И сделала. Но, к сожалению, уже журнал закрылся в этот момент. 3,5 месяца. Я просто, я вижу разницу между тем, когда человек пишет рассказ, чтобы он был рассказ, и когда он врывается в Фейсбук и рассказывает, что вот со сна проснулась, ничего не понимаю, где я, что-то во дворе выхожу, думаю, собаки насрают, что назад выхожу. Вот вроде ничего не произошло, нет никакого события достойного нашего внимания. Но вот... С молотком она выходила. Да там разные, там очень много. Там этого очень много. И бывают совсем короткие, бывают чуть подлиннее. Ну, просто еще спросить, про вот эту форму тогда, потому что, во-первых, идет моментальный контакт между тем, кто пишет, и тем, кто считает. Это происходит очень быстро. То есть, таких форм, таких жанров еще не было. И форма того, что это как бы уходит в вечность. То есть, никто не возвращается, не печатает. Почему? У Шемякина две книги вышли, вся будет третья. Да, да, я видела это. Ну, то есть, есть сейчас какое-то осмысление вот этого... Есть, есть, есть. Вы понимаете, во-первых, сборники текстов, выпечатанных, то есть, первоначально появились в Фейсбуке, ведь они уже есть. И первый, кто вообще взял и опубликовал свой Life Journal, да, ЖЖ, это был Андрей Малидин. Он журналист бывший, сейчас он там живет в Италии. Человек очень пристальный, злой, яркий. И, ну, я не симпатизирую, как говорить, по некоторым причинам. Но он исключительно талантливый, исключительно. Так вот, он свой, значит, собрал свой журнал, дневник свой в книгу, издал его. И это вполне себе раскупалось. То есть, он был, он первый, кто это поставил на... Первый, кто осознал и поставил на деловую ногу. Никто же до этого не думал о том, что эти публикации представляют собой что-то. Сейчас слышал от нескольких людей, которые не чужды в литературе, что, собственно, предшественником вот этого жанра можно считать Василия Розанова. Его книги, там, Павший листин и другие. Это именно оно, это записи. Ежедневные записи у него часто бывают пометы, там, за нумизматикой. Вот, разбирает там свою коллекцию. Что-то мысли при этом сюда приходят. Он об этом сообщает. Действительно, так смотришь, пожалуй, что да. Не зная, во что это выльется через сто лет, он этот жанр уже привнес. И тогда он тоже был, наверное, странен, этот жанр. И даже, может быть, дерзок. Не говорю, что он же сам Розанов, вполне дерзкий человек. Вот, поэтому, если это сейчас появляется, если это сейчас делается, если это сейчас осознается и пишущими, и читающими, и издающими, значит, происходит какое-то движение. И, казалось бы, жанры сложились очень давно, и никакого движения в этом плане не было. И вдруг пошло. Это, в принципе, это новое. Это новое. Поэтому вот чтение Фейсбука, это чтение литературы и одновременно поиск ее. Может быть, это как греческие диалоги, потому что это ближе всего к диалогу. Платонские? Нет. Потому что это не диалоги совсем. Это не диалоги, это сообщение. То есть комментарии? Я ответа на них. Нет, комментарии здесь вообще ни при чем. Это некоторые, так сказать, развлекаются своими комментаторами, как кошки с мышками, но по существу комментарии ни при чем. Комментарии, понимаете, вот такое впечатление, что где-то есть книжка, в которой все комментарии собраны, и оттуда можно брать наугад и приставлять к любому посту. Они все повторяются. Они все повторяются. Там типов, во всяком случае, комментарий. Очень ограниченное количество, а помимо этого еще и словесных выражений одинаково. Есть такие комментаторы, что удушить хочется. Это те, которые банальности говорят. Те, кто говорят банальности. Те, кто просто, не знаю, ругаются. Когда начинают говорить банальности, когда десяти людям приходят в голову, они же свой трет не видят. Когда десяти людям приходят в голову одно и то же, люди, ну нельзя же там. Есть же такие люди, которые сами ничего не пишут, а либо, значит, перепощивают котят, либо вообще делают перепост и понравишься. Это очень странная такая вещь. Это, знаете, вот раньше так стихи записали в книжечку, да? Слышишь стихотворение? В альбомчик себе. Так и эти перепосты. Да, слушай. Меня очень интересует ваше мнение. Вот по какому вопросу. Читаю статью в газете. Статья подписана учеными с мировыми именами. Они сделали такой эксперимент, пришли к выводу, что люди, которые читают книгу, листая страницы, на несколько лет, но на пять абсолютно трех лет живут дольше и чувствуют себя лучше. Не верю. Ни слова не верю, ни одному. Чем я бы меня не дослушала. Понимаю, но уже не верю. Чем те, которые пользуются наушниками. Статья в газете, это совершенно четко, я ее прочитала не так давно. И мне очень интересно, что именно вы скажете по этому вопросу. Вот я уже сказала, не верю мне одному слову. Это абсолютнейший фейк. Таких исследований, ну, может быть, и бывает, но если вот вы говорите... Я тысячу часто любых исследований. Окей, они что, умерли, что ли? Ну тогда как они могут жить на пять лет дольше? Это надо всем умереть и посчитать. Что делал этот, что делал тот? Ну, есть какие-то правила научного проведения эксперимента? Если они живы, то эксперимент не состоялся. Это, вы знаете, в советское время мы очень любили... Мы в советском риме очень любили, очень редко продавалось, но если продавалось, разобрали несколько коробок. Клюкву в сахаре. И она выпускалась экспериментальным заводом. И вот я думала, в чем эксперимент? Мы засунули клюкву в сахаре. Попробую. Вкусно? Вы предпочитаете листать страницу? Да я не могу ничего предпочитать. Я же слепая, как курица. Слышите, книга уходит из домов, потому что у людей ограниченная жилплощадь. Люди живут, там, не знаю, две смежные комнаты, кухня пять метров. Сколько людей так живет по всей стране, да, по России? Очень мало у кого есть места для книг. Там же не знаешь, куда ковер Настину повесить. Меньше становится помещение. Поэтому книга, она неудобная. Она желтеет, ее некуда ставить, она дорогая. А если ты в сети скачал, ты можешь скачать все, что угодно, украсть там уже, что угодно. Украл себе на эту самую, сколько ни запрещать, ворую. И вот ты сидишь, значит, ты смотришь в электронную книжку, и вся жизнь с тобой, и все с тобой, и так хорошо, и ты, можно сказать, умнеешь. Если бы это было очень быстро и очень дешево, то и покупали бы. Ну, некоторые покупают, несмотря ни на что. Вот. А эти самые ученые... Больше тетка не говорят. То масло вредно, то есть больше масла, то жир сейчас в воду, жир в вашем. Если больше жира, пишут. Яйца. Будем. Яйца можно. Холестерин очень хорошо для здоровья. Все волшебным образом изменилось. Скажите, как вы относитесь к Набокову? Как его правильно читать? И по его текстам вы понимаете, как он работал? Я не думаю о том, как он работал. Это... Нет. Я очень люблю Набокова. Я его люблю с давних пор, когда еще его запрещали. Мой отец, если ездил за границу, а он иногда ездил на конференции разноучно за границу, то ему удавалось оттуда привезти Набокова. Он был... Набоков был полузапрещен. В нем самом ничего запрещенного не было. В текстах был запрещен сам факт, что он напечатан там на белой бумаге. Такое ловить. А мы в метро, значит, соответственно, знали, что в метро нельзя читать иностранные книги иностранного издания. Жимка Прессова. А в другой обложке. Обложке. Как и страница же видно, что белые. Такой же белой бумаги не было в Совке. Конечно, в газету заворачивали наивные люди. Но посмотри, она же белая. Что? Огромная разница. Шрифт другой белый. Нет, это было нельзя. Ну, дома читали, естественно. Просто держали во втором ряду на полке. Крали люди у нас. Значит, я очень любила Набокова и читала его рассказы всякие. Папа мой был огромный любитель Набокова. И он вообще очень любил литературу. Он сам был физик, но он был очень гуманитарный человек по своему складу по устройству и очень хорошо знал литературу, философию. Он выучил три языка и так далее. Ему было неудобно, потому что моя мама знает три языка. Она не женился, им было по 18 лет. Она знает три языка. Ну, потому что ее отец был великий переводчик Михаил Лозинский. Вот она и знала три языка. А папа ни одного. И ему стало так неловко, что он взял их и больше. Ну, это я в сторону. Реплика в сторону. Так вот, он, значит, очень Набокова любил и обращал внимание, вот нас, детей, нас север, обращал внимание на некоторые вещи, как бы, ну, когда тебе там лет 12-13, ты же просто читаешь по принципу, что дальше было, что интересного было. А Набокова надо не так читать. Его надо как бы читать все время, сканируя постоянно текст, понимая, что там несколько уровней подводных, и как бы быть готовым к анализу текстов. Если не проанализируешь текст, то ты не поймешь очень многих вещей. И ты должен понимать, что какие-то вещи нельзя принимать за чистую монету. Это либо каламбур, какой-то смысловой каламбур, либо еще как-то это дело вывернуто и так далее. И вот он показывал, как это делается. Например, есть такая совершенно замечательная, замечательная рассказа, Набокова «Адмиралтейская игла». Вот. Там, значит, человек читает книжку, все уже эмигрировали, читает книжку и в ужасе видит, что этот автор знает про его жизнь. И он, значит, пишет, как бы, весь рассказ, он пишет письмо этому автору, что кто вы такой, откуда взялись, зачем вы это самое, как вы узнали о моем романе, о моей любви, о моей жизни. Автор, значит, некто Солнцев. Потом он обвиняет этого Солнца в том, что Солнц переодетая женщина. Все ваши фразы, господин Солнцев, застегиваются на левую сторону. Вот. То есть, ну, женщина под мужским всегда нервно все пишет. И дальше он начинает делать следующее, что как вы все исказили, вы все испортили, вы мои самые невероятные, так сказать, и драгоценные переживания превратили в черное сошло, откуда вы вообще о них узнали? и дальше он описывает сцена за сценой то, что вот там они не знаю, познакомились, я сейчас перебираю немножко на условия, они там познакомились на даче какой-то зимой, когда, значит, Рождество. И вот вы описываете вот это, это, на самом деле все было не так, он описывает то же самое, но вот этим божественным набоковским стилем. а вы какую пошлядь напишите? И вот ты, когда читаешь все внимательно, ты понимаешь, что этот господин Солнцев, он не читает, да, потом в конце он говорит, там девушку звали Катя, 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 это ты, это ты сама, значит, ты истоптала, и изгадила всю нашу любовь, и как ты назвалась Солнцев и пишешь эту гадкую книжку, как ты могла, как ты могла, как ты могла, Катя. Впрочем, если я ошибаюсь, то прошу прощения. Короче говоря, весь рассказ про то, что описывается совершенно банальная вещь. Молодой человек с девушкой познакомились, он, варианты какие, на Рождество. Потом, значит, завязался роман, он ее обожал, она так, попрохланина. Потом как-то они, значит, делали совместно то-то, то-то, целовались над клубничными грядками. Потом было это, потом это, потом, значит, она стала избегать его в городе, когда переехали в город. Она, значит, он увидел ее другим каким-то человеком, офицером каким-то, короче говоря, разбил его сердце и ушла. И это стандартнейшая вещь, стандартнейший сюжет, который произошел со всеми. Дело не в том, что это Катя, дело не в том, что это его любимая девушка, дело в том, что так пишется абсолютно любой текст. Эта история, первая любовь и разбитое сердце были со всеми. Но просто можно эту историю описать как общую, вот как написал господин Солнцев, то есть пошлую, расхожую, банальную, никакую, всю полную клише. И можно в этом увидеть индивидуальную. Это моя история, это моя Катя, это мое сердце разбито. И вот Набоков в одном рассказе параллельно проводит вот эти две линии. И ты начинаешь понимать, что такой хороший текст, что такой текст плохой. Вот это волшебство, оно совершенно невероятное. И он эти фокусы Набоков разные, показывает постоянно. То есть надо сесть, вот читать его в сборнике, например, «Весна в Фиальте». Замечательный, да? И следить, как он тебя на этот раз, какой он тебе праздник устроит, как он тебя обманет, заведет, другое, какое он устроит праздник. Вот в этом смысле он совершенно невероятный. Он не ленится устраивать нам праздник литературный. Такой журналист Невзоров протолкнул следующую мысль, что у русской литературы вышел фрагодность. Это кто сказал? Невзоров. Александр Невзоров. А, ну что? И мне только в этом есть, наверное, что-то, потому что как бы следить четыре тома о том, что вот она, вся вот в этих изысканиях, как бы, в любовных утехах, вот в кринолинах идет к тому, что вы бросите под поезд. Вот и мой вопрос, как вы к этому относитесь? И считаете ли вы, что у вашей литературы есть срок годности? Слушайте, ни у какой литературы никакого срока годности нет. А у Невзорова он и не начинался. Годность. Годность у него не начиналась никогда. Это совершенно обычный журналист, который известен среди своих приятелей, тем, что он, не знаю, изображал самоубийства, там себе ножницы порезал, чтобы его все жалели. Вот эти все вещи, чтобы быть интересным. И всякий, кто ничего сам сделать не может, обязательно должен прийти и обругать. У нас есть разные люди, которые так работают. Например, Виктор Ерофеев. Русская литература, конча, вся погибла. Все. Оп, внимание на Ерофеев. Кто знает Ерофеев, тот даже голову не повернул. Хоть бы он громко кричал в толпе. Это все делает, чтобы привлечь внимание к Сибири, к Сибири. Ну, теперь Быков у нас гораздо более талантливый человек. Ерофеев, тем более Невзоров, который вообще лишен талантов. Быков очень талантливый человек. Дмитрий Быков. Но он-то разъезжает, литература кончилась, а все ваши кумиры надо разбить. Там, ну, Довлатова, Чехова. Не то. Не то. Вот товарищ ездит, значит, с таким, с такой омиссией у него. Ну, окей. Всех, кто говорит, что что-то кончилось, пропало, испортилось, никогда никуда не годилось и так далее, это все абсолютно крикуны в свою пользу. Это сразу можно не читать дальше. Сколько он аргументов, понимаете, натянет, если ничего. Но это его проблема. я хотел бы поблагодарить вас за ваш русский язык, по-первых, потому что и хотел бы узнать ваше мнение о состоянии современного русского языка. Я уже не говорю о языке, который, ну, среди нас смех, но вот когда журналист говорит, она пошла убраться в квартире, а... Это старая форма просто. Это очень старая форма. 19-й век вполне. Но почему она вернулась, непонятно. И это он как бы хороший человек, но он рассердился о том, что... Это уже неправильное управление. Смотрите, вот вы провели два примера, они совершенно из разных областей. Убраться говорят очень много где. Это не вполне литературное, считается, но это абсолютно допустимо. Да, это скорее народное. Причем, ну, такое... Вот... Ну, провинциальное, народное. Понимаете, мы ориентируемся все более-менее на одну московскую литературную норму. И в произношении, и, в общем, ну, петербургско-московскую при письме, такую, постпушкинскую. Она существует, она вполне себе богата, потому что, прямо скажем, люди немаленького калибра ее совместно создавали, но она держит язык вместе, как норму литературную, а язык больше нормы. Язык вообще больше литературной нормы. И мы либо допускаем какие-то нормы в язык, либо не допускаем, причем каждый раз это сопровождается страшным волнением, хлопанем крыльями. А язык постоянно притекает. Либо регионализмы какие-то, тоже болезненно переживаются многими, либо арготизмы, вот так сказать, профессиональные разные, арго, с ударениями, еще на письме этого не видим, а когда заговорят, так вот, святых выносить. Как можно говорить, так говорят. какие-то формы приходят, уходят, приходят, уходят. Вот, значит, английский язык пришел в большом количестве и как бы как молью поел какие-то наши вещи. Ничего, русский язык это переживет. Язык очень живая вещь и когда имеется много носителей этого языка, то постоянно происходит вот это вот движение очень сложное и ничего с ним с языком не сделается. Русский язык в очень хорошем состоянии. Тем более, что самое главное, что у него есть вот эта вот норма, что это письменный, русский язык письменный. Если бы он не был письменным, то это был бы другой вопрос. Как бы фиксировалось то, что можно, что нельзя. У нас 200 лет, на самом деле больше, но современный русский язык с Пушкина начинает, он существует вот, и даже с запасом до того, Пушкин просто эту норму как бы установил, так вышел силой своей, силой своего слова. У него удельный вес у Пушкина каждого слова больше, чем у кого бы то ни было дыро, чем у Жуковского его предшественника, чем у Державина, прекрасного поэта. Вообще, я не говорю, там, Кантемир, Самароков. У Пушкина удельный вес его слов почему-то больше. И он действительно основоположник у нас всего. Но это литературная норма, которая при всех колебаниях сохраняется. Корпус очень большой, очень большой корпус текста. Лев Толстой, Достоевский, Гоголь, огромный, разноцветный, разнообразный корпус. Но устный язык, на нем все время, вот, а журналистский язык, он полуустный, полулитературный. Поэтому журналисты, они могут много чего, так сказать, напортить, но это все тоже выветривает. Если язык не хочет что-то фиксировать, то он и не зафиксирует. Я проводила в свое время, там, еще когда сидели в лайт-джорнале, проводила такой эксперимент. Значит, у нас дома говорили студень, а некоторые люди говорили холодец. Вот я запросила, как вы говорите, откуда вы происходите. И мне набросали очень много разных сообщений, там, в ЖЖ это было удобнее делать. В общем, холодец, я смотрю, это более южное. Вот тот самый, значит, студень, это питерская, потому что я питерская, а более южное, это все холодец. Это просто очень интересно. Это не неправильно, ни то, ни другое, ни неправильно. А еще заливное, но это почему-то только рыбы. Да. А заливное мясо, ну, наверное, оно есть заливное мясо, но так и не употребляют. Вот это другое, там берут мясо, его заливают. А студень холодец, там рубленное мясо, Поэтому, понимаете, ничего, поскольку у нас язык письменный, а корпус письменных текстов большой, то русскому языку ничего не угрожает. Это периодически все подойдут в ум, но это не страшно. Вы знаете, что вот есть книга Чуковского, Корнея Чуковского, я его обожаю, Корнея Чуковского просто обратно. «Живой как жизнь». Это про русский язык. Там очень много изданий. Он все время был вынужден то эту главу выбросить, то другую главу выбросить, потому что это конец 50-х и 60-х, и все время происходит, что то отпирь пошла, что-то можно. В одном из изданий, у нас было издание, в котором он спокойно обсуждает достоинства языка Солженицына. Как раз издали один день Иван Денисовича, а потом в более поздних изданиях Николас Солженицын, духу его там, то есть он начинает выбрасывать. Так что все зависит от того, какое издание вам попадется. Но тем не менее, книга совершенно замечательная. Она есть в сети. «Живой как жизнь». Вот даже с самого начала, с самой первой главки, это «Сойти с ума», он приводит примеры того, какие слова считались безобразными и возмутительными на всем протяжении, сказал Девятнадцатый. «У меня выписано было своим этим ученикам, все это в голову вкручивало. Ой, забыла, я боюсь просто наврать. Те слова, именно почему не помню, потому что это самые обычные слова, которые нам кажутся, ну не знаю, типа талантливые. То есть слова, которые мы привыкли, они совершенно, вот, как разношенные тапочки, они вызывали возмущение. Это происходит процесс с ума. Я помню, что вот из ранних примеров, которые, неизвестные нам теперь слова, из каких-то ранних, там, например, ну не знаю, старики в свое время требовали, для Корнея Чуковского старики, чтобы не «надо» говорили, а «надобно», потому что «надо» — это отвратить мелкороченные слова. Он сам пишет, что его раздражает, когда говорят, ну я пошел. А потом он обнаружил, что это очень древнее употребление вот такой формы. Пока его тоже, значит, раздражало, потому что он не из той эпохи человек. Обязательно, да и он приводит слова от собеседника, древолюционного, который возмущался, он обязательно набьет тебе морду, потому что «обязательно» означало «любезный». Очень обязательный человек. То есть как-то он обязательно бьет тебе морду. Язык, вот он такие вещи делает. Знаете, вот эту книгу я просто очень советую всем прочесть. Корнею Чуковскую читать, это действительно, ну прям как праздник. «Живой, как жизнь». Это слова Гоголя о русском языке. «Живой, как жизнь». Это вот так вот. Это просто безумно интересно читать. Это не унылый учебник. Эта книга, читаешь и хохочешь, читаешь и хохочешь. У него две такие замечательные. «Живой, как жизнь» и еще «Поэзия и перевод». Зато безумно интересная книга. «Поэзия и перевод». Нельзя остаться равнодушным, потому что это весело и здорово. Да, слушаю. Вот вы сейчас затронули... Сейчас, сейчас, я повторю. А детской литературе России и в мире? Насчет в мире я не знаю. Но иногда я посматриваю, смотрю, что делается. Но очень мало. Потому что у нас, например, я так скажу. Прекрасная была русская литература детская. И я стараюсь для своих внуков найти и купить, значит, эти книги. Они не очень охотно переиздаются в России. А если переиздаются, то норовят очень за большие деньги продать. Значит, ну, например, великолепный был у нас двухтомник Андерсона. Вот, великолепный. Сейчас, я видала, значит, двухтомник, так вот, не купишь никак. А продают, норовят продавать. Вот на выставках, там, нон-фикшн, хотя это фикшн. Вот такого размера, нечеловеческой красоты, прям какой-то пудрой золотой засыпанной. Одна сказка, и она будет стоить, примерно, 500 рублей, там, 20 долларов. Зачем ребенку одну сказку засыпанную золотой пудрой? Ее все-таки надо читать. Ну, это вот издательские такие дела. А так она есть. У нас есть такой сайт, alib.ru. Это сайт, на котором можно заказать, не знаю, можно, чтобы за границу пришло, это вряд ли, но всегда какой-то посредника можно найти в Москве, Питере. Сайт, на котором можно заказать устаревшие книжки. И антиквариаты просто устаревшие. Там люди, которые, значит, этот сайт поддерживают, вот эти книжники. Они, это как бы сообщество книжников, каждый работает сам за себя. Вот у них совместный сайт. Они просто скупают книги, очень часто, и скупают и ждут, пока кому-то эта книга понадобится. Соответственно, и старые покупают. Некоторые очень дорого, некоторые очень дешево, невероятно дешево. И люди, которые любят книги, собирают там целые библиотеки из редкостей, которые там можно найти. Книги бывают немножко потёртые, естественно, потому что они были в пользу. Иногда карандашом там зачириканы. Ну а что, что ты будешь делать? Вот я сама там покупаю, и для многих своих, и иногда сама для себя. Значит, там, например, есть книжка, перевод, первая книжка про доктора Айболита, которую Камень Чуковский перевёл. Там написано, автор Гью Лофтинг. Гью Лофтинг. Какой-то, значит, английский писатель про доктора Айболита. И там были изумительные картинки. Я эту книжку купила. Она какого-то 37-го, что ли, года издания. Почирканная тем неведомым ребёнком, так, красным карандашом. Ну а что делать? Она сохранилась. И потом не переиздавали. И начинается она так. Жил-был доктор, он был добрый. Была у неё злая сестра, и звали её Варвара. Вот. С детства это помню. Значит, я очень любила стихи Мершака, стихи Чуковского. А потом я любила, сама, я когда росла, очень мало было этих книг. Я любила приключения Каррика и Вали, Ян Нарь, автор такой. Я любила сказки Каверина. У Катаева тоже было там пара сказок. Светик, Семи, Светик. В общем, писатели писали для детей, и писали хорошо. Агнея Барто, хотя она была плохой человек, как принято считать, но хороший детский поэт. Её очень не любила Лидия Корнеевна Чуковская, потому что она представляла собой силы зла. Просто трусика была, как она, спортивная такая. Вот. В общем, у нас была хорошая детская литература. Не то, чтобы она была очень обильная, но она была. Сейчас, как-то, дело так не обстоит. То есть, издают, некоторые пишут. Ну, это всё не то. И переводят очень плохие, скучные, нудные, иностранные детские книжки, где ничего не происходит. Ребёнка не обучать. Вот. Купил недавно внукову очень хорошую книгу. Ильин и Сигал. Сигал женщина была. Значит, Аильин. Это был, по-моему, двоёжный брат Маршака. Это книжка. Их несколько было изданий. Откуда стол пришёл? Откуда берутся вещи? И вообще, ну, как бы, каждая главка посвящена, почему шуба не греет, почему тапы. Не то, что почему шуба не греет, а почему шуба сама по себе не тёплая. Она без человека не греет. Когда ты вдруг понимаешь это, что она не тёплая, шуба, она только на тебе, тебя будет греть. То это, вообще-то, прорыв для ребёнка в научное сознание. Он вдруг начинает понимать какие-то вещи. Или вообще, как сделаны вещи, как сделано это, как сделано то. Это абсолютно замечательно. Написано простым, ясным языком. И очень полезно. Перельманы замечательные были книги. Там, занимательная математика. Я помню, где разные занимательные вещи. По географии были интересны. Вообще, популяризаторство в Советском Союзе было очень хорошее. Просто выше всех похвал. А почему сейчас? Сейчас делают, сейчас популяризируют для взрослых. А для детей ещё дело не дошло. Для взрослых есть хорошие популяризаторы. Но это вообще очень важные проекты. А детям это нужно. Кому, как не детям, нужно узнавать вещи про окружающий мир. Переводные есть всякие, ну да, вот энциклопедии. Этого много. Большая книга динозавров. Большая книга каких-то ещё, какого-то там, зверей и птиц. Вот такого сорта есть. А маленькую, удобную для того, чтобы только начинается. Издание есть очень хорошее. Но есть опять-таки и... Ну, недавно Жюль Верна покупала. Прихожу в магазин Москва. Хорошо, что я до этого уже порылась в Гугле. Значит, там пишут, что вот такое-то издание, не берите ни в коем случае. Потому что очень плохой перевод. И что-то ещё, и что-то ещё. И, значит, вот в классическом переводе вот так. А здесь вот это очень убедительные примеры. То есть люди не ленятся написать грамотный отзыв. Ну, я прихожу к Берславу, что я говорю, вот я ищу уже, наверное, там такую-то книгу. А вот, пожалуйста, могу предложить. Естественная женщина первым делом показывает мне эту. А она, значит, стоит, так это, раз, четыре больше. Другой. И вся золотом обрядом. Ну, ну, вот это вот ненавижу, ненавижу. А правда, что религиозную цензуру в детскую литературу будет? Очень может быть. Очень может быть. Что не о Попе и его работники Балтия. Это вот не очень понятно с Попом, потому что это то, кто-то из каких-то этих самых иерархов нашей церкви что-то высказал своё неодобрение. Может быть, для некоторых зданий оттуда уберут. Но, в принципе, ты у народа этого самого Попа и Балду не отберёшь. Значит, на Пушкина замахиваться тут, знаете, Константинопольский патриарх осядет, как растаявшая снежная баба. Пушкина не замахиваться. Никто Пушкина не отдаст. Что вытворяла советская власть, которая была громко такая же, как эта, теперешняя, только с обратным знакомым. Что она вытворяла? Я в своё время, книжек не было совершенно. Если что-то дают где-то вдруг на открывшемся прилавке, такая была книжная лавка писателей. Вы же ничего там не было. Ну, мы жили рядом. Что дают, то хватаешь. Или иногда вдруг кто-нибудь подарок детям приносит. И вот у меня дома оказалось две книжечки, такие тоненькие, на 10 страниц. Издание писателя Куприна «Девочка и слон». Значит, кто не помнит, напоминаю, девочка заболела, жить не хочет. А что хочет девочка? Ничего не хочу, только слона. Значит, тогда папа организовывает, нанимает слона в цирке, значит, там так говорится. И слон приходит к девочке домой. Ну, понятно, девочка, значит, хочет жить, товарищи. Так вот, поскольку у меня две эти книжки были рядом, то я с изумлением могла их сравнить. Я картинки сравнил. И вдруг вижу, что у них разные окончания. У одной книги, там было издательство детское издательство, издательство малыш. В одном из них засел, сел, сошел. Потому что, значит, в оригинале было, услышав, там, радостно, нет, услышав детский голос, девочка, там, мама, я есть хочу. Услышав детский голос, мама радостно крестится. А в другом издании, услышав этот голос, мама радостно спешит. Крестик-то выкрутили, вырезали. Борьба с религией. А теперь, наоборот, это все эти выброшенные крестики назад, назад засовывают. То есть, ничто не останется безнаказанным. Это мне напомнил один рассказ. Какой-то американский писатель, я не помню, что он, сборник американской научной фантастики. Там сюжет был такой. Значит, каким-то образом человек обнаружил, что у него на столе, на писанном столе, какое-то странное одно место, пятно какое-то. Тут она на ощупь какой-то странная. Ну, что это значит? Мне непонятно. И он взял, у него был брелок такой с зеброй, и он положил на это место. А он мил и проглотил его. Странно. Потом, через некоторое время, оттуда, блю-блю, что-то появилось. Что? Непонятно. Какая-то штука. Туда-сюда. Короче говоря, обнаружилось, что это некий прибор появился, который пыль в доме уничтожил. То есть, не идешь в комнату, раз, и пыли нет. Он, значит, уже из-за этого бизнес-плана стал. Ну, купил, значит, брелоков этих с зебрями, стал туда пропихнуть, а ему назад вот эти вот машинки. Появилось, какой-то параллельный вселенный общер. Вот. И, значит, он-то стал торговать этими штуками, которые пыль высасывает, домохозяйки выстроились в очередь, купить все. Такой пылесос поставил, дом чистый. Ну, в общем, шло какое-то время, я там не помню, что еще происходило. Он пытался какие-то другие вещи просовывать, ему оттуда неясные кубики посыпались. Короче говоря, в какой-то момент он сделал, видимо, какой-то фопа. Что-то он ошибся. То ли, значит, этому другому пространству надоели эти брелоки с зебрами, то ли еще что-то. Но вдруг вся эта штука поперла в одну сторону. Из этого места на столе поперла пыль. Вся та пыль, которая была высосана по всем домам. Пыль, 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 пыль. Все нужно услышать назад. Вот и конец рассказывать. Так вот сейчас то же самое с этой религией происходит. Все, что запрещали, ангелы выбаривали, кресты, теперь их нам в насильственном голову вшло. И это пройдет. И это пройдет. Я этого как-то не боюсь. Вот таких вещей я не боюсь. Войны боюсь. Ну, как и все. Какие вы видите изменения в российском советском обществе за последние 30 лет в вашем прокуратуре? Вы лично видите все дни. Как вы видите, что будет выглядеть в российском обществе через 10 или 20 лет? Я это сам совершенно не предсказание никаких. Я понимаю. Я говорю, какие вы видите динамику, то, что происходит сейчас. Такие вещи происходят медленно. Да вот видите, я написала роман «Кысь» именно в том смысле, что ничего не меняется. У меня там действие происходит через 200 лет после чего-то. Ничего не меняется по сути. Переодевается в разный новый костюм. По сути, одно и то же. Паттерны, так сказать, никуда не делись. Ну да. Стало там лучше, стало чище. Стало... Опять снесли пол Москвы, построили новую. Опять интеллигенция жалуется, что пол Москвы снесли. Что асфальт заменили на плитку. Ну вот, асфальт заменили на плитку. Что же можно сказать? Во власти воры. Так уже у нас больше тысячи лет. Я не вижу так вот. Вот глубинных перемен я не вижу. Свободы стало больше. Насчет того, что можно ездить за границу. Вот это железный занавес подняли. И слава богу, это будет низкий поклон нашим ворам. Нижайший. Если бы нас не воровали, не помещали у ворованных в вашей банке, никто бы никуда не ездил. Это только благодаря ворам. Поэтому я в принципе не осуждаю жизненный процесс. Я очень хорошо понимаю. И никто сюда никакой ракеты и ядер не пыленет. Потому что у него тут дети учатся. И деньги в банке лежат. Слава тебе, Господи. Татьяна, видите ли вы, что электронный рынок литературы в СНГ будет развиваться как-то в ближайшее время и будет... А СНГ-то у нас никакого СНГ-то по сути нет. Ну, кто же в СНГ-то? Да нет, правда. У нас есть вот Белоруссия не до страна в политическом смысле. С ней границ нет. А там остальные участники Украины и Казахстана, они же не наши. Так что нет, насчет СНГ я не знаю. Нет, я насчет рынка вообще ничего сказать не могу. Будет ли развиваться? Все будет развиваться. Погодите. Это точно я могу сказать. Оно со страшной силой. Будет развиваться китайский рынок и продавать все нам. Это я в карантинке. Мой вопрос касается заработка авторов в сети. Воруют у нас. Какой у нас заработок в сети? У нас все воруют. Я помню, когда у меня книжка Крис вышла, я пошла в какой-то ресторан. Меня узнали. Вот что такое, минута славы. Меня узнали официантки, зашептали, стали показывать пальцем. Подходят и говорят, ну, нас узнали. Очень приятно. Скидки не дали. А в конце, значит, когда я доела там со своим приятелем, перед тем, как, значит, нам уходить, они вынесли такую толстую кипу. Роман Крис распечатанный. То есть украденный из сети. Пока я ела, они распечатывали. Просили расписаться. На голубом глазу. На голубом глазу. Там все в сети есть. Все. И опять-таки я не могу это осуждать, потому что, да, у меня украли. Все мое в сети. Но и я же читаю в сети. И благодарна тем, кто туда все это дело выставил. Без этого невозможно было бы ни ссылки написать, ни прочесть что-то, ни узнать. Это страшно полезно. Это просвещает. И ты задумаешься, что-то было это или не было. Быстренько ты в гугле наберешь и выясняется, где было и было ли. Если грамотно не верить первым попавшемуся, а открывшемуся сайт, то сравнивать, сопоставлять, так обогащать. Поэтому в воровстве есть свои достоинства. Есть. Попадаться, конечно, это очень жалко, если ты будешь в страну. Человечество так устроено. Да. Если вы можете ответить на этот вопрос, вы можете оценить литературную и политическую деятельность своего знаменитого деда? Деда. Политическую бессмысленную, это даже не называется политическая деятельность. Если ты сидишь в Советском Союзе и у тебя пистолет к виску приставлен, то твоя деятельность не может считаться политической или даже общественной. или еще какой-то, жив и слава тебе Богу. На него очень много возводит поклепа. Между тем, при том, что он боялся не меньше, чем другие, помог очень многим людям. Несколько ему удалось спасти. Других он пригревал и подкармливал. Оно было вот так. И что касается литературы, на ваш вкус, я его очень люблю как литератора. Не все его вещи, но наиболее выдающиеся, как всегда. Человека ценишь за наиболее выдающиеся. Вокруг него создан определенный миф, отрицательный миф, без какого бы то ни было основания. Это такое типичное, а зачем выжим? Это же у нас есть такая в обществе отвратительная манера. Зачем выжим? Если бы умер, за лоб хорошо. Но он не успел быть посаженным. Он же должен был сесть. И сохранились документы, где по нему готовились. Он должен был быть английским и японским шпионом. Он просто успел умереть до того, как это ему предъявили. Опасно ходил, потому что, когда на тебя обращает внимание власть, приближает тебя к себе, то ты становишься смертником, конечно. Вот Горького так убили. Он так лучше показалось сделать так. Я думаю, что его убили. Вот он и сам по себе был туберкулезный. Сын, не сам же умер от воспаления. Не верится. Я думаю, помогли. Помогли. Ну, я не говорю уж о тех, кто исчезал просто так. Ну, вот он был одним из, например, в Ташкенте, он был, не говоря, не единственным, кто кормил Георгия Ефроса, сына Марины Циталии. Он кормил. Мальчик мог выжить, если бы не попал на фронт. Там. Что тут скажешь? Или посадил бы, если бы всю семью расстрелял. Ну, так вот. А самое лучшее, на мой взгляд, за него боюсь, это Ибикус. Как? Ибикус. Алексей Толстой. Ибикус или приключение невзоров. В литературном отношении, на самом деле. Там детство Никиты, практически безупречное, от начала до конца. И вот, это, Ибикус это. Как скажете, моя сила есть? Друзья, мы, в принципе, вышли уже с пределов времени, но если вы хотите, я думаю, минут 15-20. Яна Леонидовична, что ли, бедно, хочется с вами тратить. Вы затронули сейчас два сравнения холодец и студень. И я хочу спросить, у вас есть маленький рассказ о том, как вы готовились к Новому году и варили в студень. Холодец. Ну, там много таких маленьких рассказиков. И вот мне очень понравилось, что вы превратили обычный рецепт в такую, вообще маленькую, такую, маленькую литературную зарисовку. Я когда читаю этот рассказ, в Москву, я вообще тоже сама, в общем-то, из Петербурга. И я вот это действительно вспоминаю о том, что вот это слово холодит, оно действительно холодит тогда, когда это вот декабрь, вот эти студеные, вот эти студеная погода, вот эта вот чапкающая грязь под ногами. И вот, в общем, это рецепт, который художественно оформлен. Я хочу просто спросить у вас, вы сами-то его варите? Да, я варю, я варю. Ну, он, собственно, да, этот рассказик, он, собственно, не про студеного повода, а про жизнь и смерть. Да, 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 как он кипит, как вся эта страшная огонь, ходит с водой. Там очень красивые сравнения, я люблю его перечитывать хотя бы за это. Ну, а потому что... Ну, страшно, конечно, вообще страшно. Я не вегетарианец, нет, никоим образом, но я так... Мне страшно часто бывает иметь дело с мясом. Знаете, вот если ты не понимаешь, откуда кусок, просто мясо вообще какое-то, это ничего, полегче. А когда ты понимаешь, что это, или зверь целиком, кролик там, поросенок, я не могу есть поросенок. У меня есть приятель, который всю жизнь жрал мясо много, хорошо, с удовольствием и так далее. И вот на старости лет, ну, где-то под 50, вдруг себе что-то случилось, и он не может есть говядину, потому что она такая корова, она такая нежная, у нее такие глаза. И, значит, я случайно это узнала. Мы с ним часто ходим в кабак, любим всякие там пельмени или какой-нибудь шашлык, и вот у нас все как-то так избегает говядины, и вдруг оказалось, нет, я не могу, у нее глаза голубые. Я говорю, слушай, ну что за безобразие какое, не знаю, посмотрите, а он свинину ест. Посмотрите, вы эту сволочь эту едите, она дрянь, характер у нее омерзительный, и вообще она хрюкает, вблизи живет, и глаза у нее тоже такие, а-а-а, с белыми ресницами. Что вы едите-то это сам, нет, чтобы чистую, хорошую коровушку. Нет, 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 я не могу. Вот с человеком случилось, он полюбил корову. Просто, да, как вы, не, слушай. Баран оставил ее равнодушным, и он как-то налег на свинью, а я не могу, я наоборот с годами впечатляю. Я испытываю, как свинье, злобу. Как-то я ей что-то простить не могу. Ну, это, вообще, в принципе, да, это просыпается с возрастом, какие-то странные вещи. Никогда бы я не подумала, что у меня какие-то возникнут проблемы с этим. Никогда нельзя заранее предвидеть. У меня одна приятельница тоже на фейсбукке написала, что вот они с мужем, там, если на них сядет комар, они его приходят. А у них сын, сейчас ему лет, там, лет 18, никогда не бил комаров. Если у него комар садился, то он говорил комару, уходи. Комар, уходи. Я знаю, есть такие люди, которые разговаривают с животными, это вообще другое. Это вообще другое. Рядом оно находится, совсем другое. Вот та же Лора Белла Ивана, про которую упомянули, это человек, который живет с животными. Она невероятная в этом смысле. У нее там из потолка слесают, под ногами бегают, из двери вылетают. Одна комната построена для совы. Ну, там дальше начинается, а она сову кормит мышами. Понимаете? Это вот жизнь сложна. Жизнь сложна. Нельзя остаться. Нельзя жить в обществе, быть свободным. Нет, у меня нет. Я бы хотела кота, но это невозможно. Я ухожу, уезжаю. Куда? Некому за ним. Последить. Ну, о собаке говорить не буду, потому что выводить гулять собаку, когда я себя не могла вывести на улицу. В холодную, сляк. Год удобен в этом смысле. Друзья, последние два вопроса. Нет уже вопросов. Татьяна Никитична. Татьяна Никитична. Все. Да, раз в два. Какого вы мнения о доброте? Позитивного. Это важно или важно? Ассоциируется доброта с глупостью или нет? Нет. Любые комбинации. Возможно, любые комбинации. Доброта и глупость очень часто рука об руку. Это хорошо. Глупость называется предельной степень доброты, когда ты уже добр даже по отношению к тем, кому никак невозможно нам кажется быть. Нет. Это все. Существует в мире добро и зло. Вот они существуют. Ничего не поделает. И что мы из этого выбираем? Куда мы движемся? И как мы каждый раз пытаемся повернуть? Большинство из нас. Каждый раз, каждую секунду мы существуем на распутье. Выбрать добро или зло. Потому что зло привлекательное. Потому что, ну, как-то вот и мы слабые такие. Или выводят добро. И вот люди, они, значит, постоянно, постоянно, постоянно вот так вот расходятся по этим самым дорожкам. И опять-таки, а в конце, когда уж ты вроде все себя обеспечил, делаешь только хорошие поступки, опять наступает какой-то, значит, вопрос. Почему твое доброделание привезло козлу? Вот я разговаривала с одним человеком, он был очень, такой был убежденный христианин, ненормальный даже немножко, и верил в добро. И, значит, не важно, по какому поводу с ним разговаривал. Ну, в общем, короче говоря, его волновало, я, наверное, сказал, что его волновало, почему ты делаешь все, чтобы произошло добро, а оно заканчивается злом. И мне потом про него рассказано, что у него была какая-то девушка, и он с ней расстался. Не хотелось ему дальше делать, а девушка была, как-то помешалась, страстно была в него влюблена. И он пытался, значит, как-нибудь спустить на нет, на тормозах, это, значит, было расставание, а девушка совсем с ума сошла. И вот как-то к нему приехала сестра, и он сидел с сестрой в квартире, разговаривал. Звонок у деверь. Вдруг эта девушка, значит, она вбегает и видит, что у него другая сидит. Она решила, что это ее соперница. Было лето, открытое окно, она кинулась к окну, и он прислался в окно, это девушка. И он кинулся за ней ее удержать, и не удержал. Это по-моему, рассказывает. И он, конечно, был потом травмирован на всю жизнь этим. И я думаю, что вот его вопрос, почему ты хочешь сделать добро, оно превращается в зло. Она, в частности, имелась в виду, и вот такая страшная вещь, которая с ним произошла. А тем более, когда он был глубоко верующий человек, значит, ну, как всегда, ты думаешь, что если ты к Богу хорошо, то он к тебе тоже. А это вот не так. Так что, в двух словах сказать о доброте, что я такого хорошего, я не могу, но... Спасибо.